Итак, приветствую моих подписчиков, моих гостей, мою аудиторию, а также всем, кому интересна тема радиолюбительства, ремонтов. Всех категорически приветствую вас на своем канале. И сейчас я записываю видео из радиолаборатории, или как это назвать? Ну, наверное, больше назвать не лабораторией, а склад. Склад с радиодеталями. У меня даже лампы сохранились. Так, это у нас конденсаторы. Ага, лампы. Вот. Видите, лампа есть. Провод монтажный. Мне нужен двигатель. Так, ну, в общем, что, собственно, я здесь делаю? Ну, в детстве мне вообще доставляло удовольствие заниматься различным конструированием схем. Я очень много радиодеталей собирал. Вот, например, вот субмодуль цветности от телевизора с декодером. Между прочим, даже декодер, я помню, к нам приходил телемастер. Даже нет, не телемастер, а человек, который просто хорошо знал ремонт техники и знал, как установить декодер. Хотя я считаю, что здесь ничего сложного нет. Вот даже сохранилась. Плата. Еще вот какие-то здесь платы есть. УД-1. Селектор каналов. Микросхемой. Возможно, я был последний, нет, не последний, мы были, наш выпуск. Я учился на теле радиомеханика в свое время, когда-то давно. Вот. У нас была профессия, я поэтому все-таки собирал, искал. Я периодически буду делать ролики в особо интересных схемах. Вот. Вот это вот модуль защиты кинескопа. Модуль защиты кинескопа. Тоже у нас был завод, на котором изготавливали вот эти вот схемы. Он тоже сохранился. Это, если не ошибаюсь, кадровая развертка от телевизора 3ОСЦТ. А это у нас модуль питания MP33. Вот уже транзистор я отсюда снимал. Вот. Нужно, конечно, здесь порядочек навести, разобрать. И обязательно будет ролик, посвященный разборке, наведению порядка. А вообще, как говорится, это творческий беспорядок. А вот это вот у нас модуль, субмодуль радиоканала. Даже эти платы сохранились у меня. Вот еще что-то лежит. А это у нас селектор. Как он правильно называется? Да, по-моему, селектор каналов. Тоже что-то отсюда я выпавил когда-то. Вот, тоже есть транзисторы КДР. Шнуры есть. Даже шнуры сохранились. Я иногда вот это все перебираю и прям как будто погружаюсь вот в то самое время, когда был дефицит вот с этим всеми деталями. С этим со всеми шнурами. Я тоже переживал как-то вот. Думал, а вот где какую-то радиодеталь достать. Вот, H11. Вот это. Это у нас субмодуль синхронизации. Трио СЦТ, может быть, кто помнит. Да. Здесь вот, если память не ошибается, по-моему, как же вот эти потенциометры? Напишите в комментариях, я вот точно не помню. По-моему, частота строк регулировалась и какая-то еще синхронизация была. Тоже сохранилась плата. А это вот у нас... Это у нас был стабилизатор тоже. Может, кто помнит такое. Срочный трансформатор. А, это что? Это что-то я собирал. 7809. Ага. Это кренка, 9-ти вольтовый блок питания. Между прочим, очень хороший блок питания можно собрать на этой микросхеме. Дополнительно можно усилить транзистором, получить хороший ток. Можно поставить регулировку. Микросхема будет выполнять роль регулирующего элемента с защитой. Поэтому я вот до сих пор даже у меня где-то сохранились. Вот самодельный радиатор какой-то делал. Да, вот транзисторы лежат. 829. Так, а это что? Очень похоже на какой-то часовой механизм. Может быть. Или даже какой-то реле времени. Вот еще один шнур. А вот это усилитель мощности магнитофона ИЛИТ-101. Катушечный магнитофон был. Вот, даже сохранился. Тоже. С телевизора 3-ой СЦТ. Да, 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 да. А что, много чего. Вот откуда я, как говорится, и брал все эти вот радиодетали. Здесь, конечно, нужно наводить порядочек. Что нужно, потом можно не найти. Вот еще один субмодуль. Вот еще какие-то платы с транзисторами. Но это еще не все. Это далеко не все. У меня еще есть куча всего интересного. В моей радиолаборатории. Я обязательно тоже сниму ролик. Мы все здесь переберем. Я здесь вам покажу такие детали, которые вы, наверное, может быть, даже и не видели никогда. Например, редкие какие-то. Вот, например, вот такой конденсатор. Фелсик. Тогда, когда не было конденсаторов хороших, с большой емкостью, я такие ставил в блок питания, ставил в усилитель. Класса А у меня такие стоят там. Они до сих пор сохранили свою емкость. Ну, как сохранили? Ну да, сохранили. У них и маленькие потери, и маленькие ESR. Ну вот, покажу. Редкие всякие конденсаторы. Вот такие. Так что, кому интересна тема, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, следите за видеообновлениями. Я уже считаю себя таким блогером, обозревателем, ремонтником. Уже все-таки у меня уже разряд повыше в этой области. Так что подписывайтесь. Вот еще что. Это магнитола. Это была, наверное, одна из первых магнитол. Нет, не из первых. В 90-х. Это был кассетный магнитофон, автомобильный. А вот это переключатель. Это я делал электронные расширения стереобазы. Тоже обязательно рассмотрим эту схему. Так, ну на этом, в принципе, заканчиваю писать ролик. Так что подписывайтесь, не пропускайте новые видео. Будет много всего интересного, в том числе и по лампам. Всем спасибо за просмотр. То, что надо, я уже нашел. Обязательно расскажу, что я здесь искал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok